Всем привет, меня зовут Ксения и у меня уже на самом деле бомбит. Я уже не могу, я психую, потому что от моего имени разводят людей, поэтому... Сегодня я хочу рассказать о схемах развода в интернете, потому что меня не устраивает то, что вы ведетесь. Почему вы на это попадаетесь, я до сих пор не понимаю, но в общем, послушайте, вот это вот самые стандартные схемы. Очень рекомендую досмотреть это видео до конца, и как раз-таки самое основное я сегодня расскажу. Если будет еще что-то появляться, я вам буду об этом еще позже рассказывать. Первое, попрошайки. Это такие люди, которые спамят в личку, вам флудят, но они, как правило, конечно, пишут нам, тем, кто зарабатывает, или тем, кто имеет какое-то имя, но тем не менее, простые люди на это тоже попадаются. Вам скидывают фотки, типа какие-то поддельные, вот то же самое, что там по электричкам, по метро ходят люди с такие картоночкой, типа мы из благотворительного фонда, но когда просишь их предоставить какие-то данные, они все сливаются и убегают. Вот то же самое, если кто-то у вас спросит на лечение, там, ой, все, там, за учебу нечем платить и так далее, это все попрошайки, и люди это делают от безысходности. То есть не стоит податься на такие разводы, типа я все верну через неделю под расписку и так далее, исход всегда один, вы ведетесь, вас кидают на бабки, вы в расстройстве. И на второй раз вы тоже попадаетесь, потому что думаете, блин, ну ладно, в тот раз нечестные попались, сегодня повезет. Из этого текает второй вид развода, это фейки. Вот на самом деле у меня очень много фейков, то есть люди создают страницы ВКонтакте, в Дискорде, в Инстаграме, где угодно, с моими аватарками, ну у них там, знаете, ноль подписчиков, короче, ноль друзей. И они пишут, хей, привет, давай разгоню тебе депозит, скидывай пять тысяч, ведут себя очень неподобающе на самом деле. Люди, опять же, скидывают бабки, почему нельзя зайти посмотреть, что это за фейк, кто это вообще, почему, для чего вообще вы мне будете скидывать какие-то свои там, извиняюсь, конечно, но копейки, там, две-три тысячи рублей, я могу пойти у себя из кошелька, их взять и закинуть. А там, типа, вы мне скидываете три тысячи, я за час разгоняю до пятнадцати, кстати, разгон, это следующий вообще вариант развода, разгоняю до пятнадцати, и прибыль 50 на 50. Зачем я буду брать у вас деньги и делиться с вами прибылью? Это же бред какой-то. Не ведитесь на фейков. По крайней мере, я никогда не пишу первое, и вряд ли какой-то уважающий себе человек будет писать вам первым. Если кто-то уважающий себя пишет, то это либо первый, который попрошай ковид, либо третий. Чистейшие воды мошенники, третий вид развода. Разгоны депозита на ставках, на бинарках, где угодно просто, когда вы либо скидываете бабки, либо у вас берут от аккаунта логин с паролем, и там тоже сейчас расскажу прикольную схему. В общем, никогда никому не скидывайте бабки, расскажите мне, для чего кому-то ваши копейки нужны. Если человек на этом зарабатывает, если я на этом там зарабатываю миллионы выше, то, естественно, мне будет интересно какая-то инвестиция там в 5 миллионов, в 10 миллионов, но никак не в 2-3 тысячи рублей, не в 500 рублей, не в 10 тысяч рублей. А на ставках вообще смотрите, такая схема по разгону, они берут два аккаунта. Два человека дают свои пароли, логины, человек заходит и на футбол ставит, ну не на футбол давайте, на теннис. На одном аккаунте он ставит ва-банком на победу первого, на втором аккаунте на победу второго. То есть кого-то он сразу слил, кому-то типа увеличил депозит и с этого заработал. То есть тот, кому он увеличил депозит, скидывает ему 50% прибыли, все, хороший скрин, хороший отзыв, а тот первый, кому он слил, тот блокируется. Зарабатывает он на этом, ну я думаю, что нормальные деньги, потому что меня в свое время так кидали, я отдавала свой аккаунт, и мне вроде разгоняли, потом сливали, я так плакала. Вот, не ведитесь. Никто, кроме вас, не печется о вашем бюджете, не печется о ваших деньгах. Следующая схема развода это хайп-проекты, или пирамиды, как их проще назвать. Типа, эй, сегодня ты вложишь 100 рублей, завтра у тебя уже на счету будет 150, послезавтра уже 500, а через неделю так вообще 10 ксарей. Тоже достаточно прикольная схемка такая. Рисуется такая пирамидка, и вот самый, короче, высокий человек получает миллионы долларов, миллиарды там, и сматывается куда-нибудь. А вот эти все низы скидывают, скидывают, да, у них может быть идет увеличение их первоначальных вложений, но проходит день, два, три, там, максимум, не знаю, неделя, и проект закрывается. То есть это все строится на том, что люди кидаются, особенно те, кто в самом низу. Никогда не нужно вкладывать в сомнительный проект, особенно есть куча-куча просто хайп-проектов, которые с тысячами долларов. То есть чтобы туда зайти, вот я закидывала в Airbit Club, ну, да, это не совсем, там, хайп-проект, в плане он уже сколько лет держится, но, тем не менее, вкинула тогда 3000 долларов. И чтобы вы понимали, человек, который надо мной, он, сколько он тогда получил, я не помню, ну, что-то больше 1000 долларов, только за меня одну. А если он находит, например, ну, грубо говоря, не он, там, другой человек, находит 10 таких лохов. Да, это жесть. Следующий вариант развода это вакансии. То есть вы ищите вакансии в интернете, как правило, это всякие, там, маркетолог, копирайтер, статьи перепечатываете, что-то такое. Скидываете свое резюме, вам говорят, да, вы нам подходите, все такое, но вам нужно скинуть, там, ну, символически, 350 рублей за то, что мы вам пришлем материалы, типа. Камон, я пришла за бабками, я пришла, чтобы заработать деньги, а не просрать их. Мне очень, на самом деле, еще с детства, я когда искала заработок в интернете, выскакивали такие штуки, мне там присылали, где-то 70 рублей скинуть, ну, понимаете, там, с миру по нитке. 100 тысяч человек, если обмануть на 70 рублей, сколько это будет? Это будет 7 миллионов рублей, представляете? Фантастический развод. Сразу, короче, большой красный крест. Следующее, предоплата. Вы находите в интернете какой-либо товар, все, там, бешеная скидка 40-50%, но, чтобы вам его отправили, нужно скинуть предоплату. Еще это очень-очень прям развито среди автозапчастей, я не знаю, почему там, которые из Владивостока отправляют автозапчасти. Они тоже скидывают предоплату, я пришлю, человек ждет 3 недели, месяц, пока до него дойдет запчасть, а в итоге все. Тот, кто разводила, он идет на почту, какую-то там, знаете, погремушку там, проводочек маленький, просто отправляет, показывает чек, типа, мол, вот я отправил, там, все нормально. Это все очень легко, на самом деле, делается. А тот, кто повелся, остается и без запчасти, которую ждал, то есть теряет и деньги, и время. На сегодня заключительная схема развода это вы выиграли в конкурсе, вы выиграли в какой-то акции автомобилей. И вы-то про себя думаете, блин, я ни в каком конкурсе не участвовала, я ни на что не претендую. Ну, блин, ну классно, но автомобиль же, там еще фоточка прикреплена. Но, чтобы получить свой выигрыш, отправьте там 350 рублей по таким реквизитам. И 350 рублей это еще малая кровь, некоторые люди тысячами скидывают. Скидывают там 5-10 тысяч за то, что они выиграли, типа, автомобиль. И такие всем ходят, рассказывают. Я не знаю, честно, вот не знаю, как конкретно на это можно попасться, но люди иногда мне пишут такую в личку, что я удивляюсь. Вы о чем думаете вообще? В общем, ладно, давайте подведем итог. Интернет это болото, по сути. Здесь просто очень много схем развода. Блин, если в реальной жизни подумаете, как вас на рынке разводят, как вас разводят возле банкоматов и вас воруют, то интернет это просто вот рай для этих людей. Там, где просто вы можете в день обрабатывать тысячу-две тысячи человек, которые поведутся на ваш развод. Или вы входите в ту тысячу человек, которые обработаны и повелись, и скинули деньги. Сколько мне сообщений присылали люди, типа, все, я иду писать на тебя заявление в полицию. Чувак, ты переписывался только что с моим фейком с другой страницы, а теперь ты пишешь мне в личку, типа, эй, верни бабки. Какие бабки я вообще, я не понимаю, просто о чем вы. Вроде бы рассказал о таких более популярных схемах, кто не понял, лучше пересмотрите еще раз. Кто попался, я вам сочувствую, это будет для вас хорошим опытом. Кто не знал, вот. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok